доброго времени суток мои дорогие друзья вот и наступил новый год хочу вас всех поздравить сердечно пожелать вам всех благ свободы радости и мира в душе целый год мы с вами обсуждали здесь на канале тему нрл она стала главной на моем канале так или иначе и вижу насколько у людей есть сейчас потребность обсуждать эту тему почему нрл стала словно эпидемией в наше время и куда от нее деваться и как спасаться мы будем продолжать говорить и далее нарцисса это люди у которых нет эмпатии они лишены самоанализа и как я считаю их сердце наполнено гордыней тщеславием и всем тем о чем христос говорил сыны сатаны отойдите от меня возникает вопрос принимает ли господь молитву нарциссов молитва исходящая из гордого сердца направленная на то что господь может быть покарал всех врагов и чаще всего наверное нарцисс именно об этом улице ну или получить каких-то благ от бога или возроптать на бога я уж не знаю о чем улица нарциссы но как мне кажется молитва такая не угодно богу и на самом деле нарциссы обманывают себя и молятся совершенно не богу о сатане потому что именно сатана является родственным всем этим страстям таким как гордыня тщеславия злорадство и так далее и тому подобное и когда человек смиряется прощает своих ближних тогда когда человек понимает что был в чем-то неправ то из его сердце тянется лучик к богу и глаза наполняются слезами именно в такие моменты господь может быть близок к нам когда мы осознали что вели себя где-то неправильно что мы кого-то обидели и да мы все совершаем ошибки мы все порой поступаем с кем-то плохо но так или иначе приходит однажды момент когда мы понимаем что жизнь дана нам для любви они для того чтобы убивать морально других но нарциссы это никогда не осознают нарциссы имеют сожженную совесть и никогда не поймут в чем они были неправы потому что они озабочены только тем в чем неправы другие перед ними что другие им должны и так далее и тому подобное взор направлен вовне так вот мои дорогие не ждите от нарцисса раскаяния в своих поступках не ждите от нарцисса покаяния и милосердия там его никогда не будет эти люди закостенены в своем зле и и для них большое удовольствие составляет видеть падение тех кто рядом большое удовольствие для них доставляет когда другому плохо а вы думаете что может быть они способны раскаяться нет они априори считают себя самыми хорошими идеальными людьми а такие люди не нуждаются в покаянии напротив быть может им кажется что господь в чем-то виноват перед ними именно так рассуждают нарциссы он должен прийти нарциссу и попросить прощения за то что он как-то неправильно создал этот мир за то что он не дал каких-то великих благ нарциссу он виноват перед нарцисс а не наоборот именно так рассуждают сердце нарциссы поэтому вы должны понять насколько нарциссы далеки от бога и никогда не соприкоснуться с ним вы должны понять что нрл несовместима с покаянием но бывают такие моменты когда нарциссы лицемерно рыдают на публику это все неправда это все обман мои дорогие я хочу вам сегодня пожелать чтобы вас угружали искренне люди иногда кажется что весь мир состоит из нарциссов но только потому что нарцисс вогнал вас в этот морок и заставил верить в то что действительно мир зол он словно в клетку загнал вас изолировал от общества это мог быть ваш муж или ваша мама ваши родители и коллеги по работе которые тоже могут такое провернуть ощущение транс как будто все против вас как будто вы недостоин любви подговорить против вас каких-нибудь летучих обезьян играть в молчанку всячески может быть даже злословить но выйдите на улицу в новый год например и посмотрите сколько улыбающихся лиц готовых поздравить вас с новым годом незнакомых готовых дать вам капельку своего тепла чужих людей которые бывают порой роднее родных и вы поймете что здоровых людей тоже много просто нужно быть и дальше открытым сердцем идти к миру и не сдаваться потому что цель нарцисса чтобы мы заразились заразились этой пандемии этим трансом что мы думали что мир зол что бога нет что все несправедливо и когда мы зараженные то мы не можем увидеть прекрасное и не можем увидеть промысел божий а также не можем принять божьи многие дары которые господь готов дать нам вот когда мы вырываемся из этого транса мы начинаем видеть хороших людей вокруг мы начинаем находить тех кто близок нам по духу мы понимаем что эмпатичные нормальные люди существуют и да они тоже не идеальны они тоже порой ошибаются как и все мы но эти люди по крайней мере не лишены самоанализа и они всегда готовы попросить прощения если они в чем-то не правы измениться то что не способны сделать нарциссы и когда мы выходим из этого транса мы начинаем видеть видеть тех кто рядом я работала 31 декабря тоже у меня было несколько консультаций я не буду раскрывать конечно подробности этих консультаций но тема их была одиночество например и люди которые вошли в этот транс которых навели на них нарциссы им действительно очень одиноко было в новый год но мне так показалось будет здорово если по согласию дать какие-то контакты из одного города чтобы люди пообщались и поняли что вот такие как они эмпатичные люди есть в каждом городе и да действительно ко мне обращаются разные клиенты из разных городов и например из одного города хочется как-то познакомить этих людей чтобы они просто прозрели не только словом помочь но и делом и действительно люди знакомятся и понимают что нет все что говорил им нарцисс это было ложью это было неправдой что мир все таки полон и добрыми людьми тоже и надо находить друг друга и продолжать верить в хорошее не важно кто был нарциссом в вашей жизни главное какие изменения в вашу душу понесли эти отношения и когда вы прозреваете то вы понимаете что порой действительно чужие люди могут быть как родные интересная штука когда например все вот подговоренные например летучие обезьяны против вас и нарцисс хотят чтобы вы погибли всегда найдется человек который протянет вам руку и скажет нет все не так плохо я помогу тебе и мы часто в этот момент действительно начинаем понимать что мы не одни что господь с нами только главное не сотворить себе нового кумира это тоже важный этап в нашем восстановлении после нарцисса это тоже нужно говорить потому что когда мы ставим вместо Бога кого-то другого даже очень хорошего человека то мы снова находимся в каком-то трансе и не видим что источник всех благ это Господь и если человек добр то это означает что в нем Бог и он творит не своей силой но силой Божьей а если человек творит какие-то разрушительные вещи ненавидит всех вокруг то он тоже не своей силой это делает а сатанинской силой да конечно перед этим он делает свой выбор но в конечном счете он дает согласие на то чтобы сатана вошел в его сердце и точно так же и Божьи люди когда они творят добро они делают во славу Божью и делают это Божьей помощью поэтому мы никогда не должны творить кумиров а должны благодарность возносить прежде всего Богу тогда все в жизни будет на своих местах когда мы поймем что над всеми над нами Бог еще еще раз я хочу вас поздравить с Новым Годом я хочу чтобы в вас никогда не угасала вера в любовь и вера в Бога потому что если у вас пропадет надежда на Бога то свершится самое плохое о чем я не хочу сегодня говорить пока мы идем и у нас еще есть надежда на Бога нет ничего непоправимого все можно изменить и мы тем самым даем Богу пространство в нашей жизни а если мы теряем веру и унываем то мы не даем Богу подступиться к нам тогда мы ничем не лучше нарциссов ведь Бог жаждет спасения каждого из нас но от нас зависит впускать его в свое сердце или нет он всегда тянет к нам руку другое дело тянемся ли мы к этой руке тем и отличается я считаю ампат от нарцисса что нарцисс закрылся от Бога и не хочет получить его помощь и считает что ему не нужна эта помощь он и так крут наше спасение состоит в смирении и любви в уповании на Бога поэтому будем смотреть за собой и будем ждать свет в конце туннеля